Середина апреля, за окном солнечная, но прохладная погодка, однако моим перчикам на лоджии вполне комфортно. Сегодня наступил ровно месяц с момента посева перцев. Напомню, сеял я их 15 марта, сразу в стаканчики, выращивал без пикировки. В стаканчике наполнял примерно на три четверти своим собственным рассадным грунтом, который состоит из садовой земли на три четверти и на четверть торфа. Садовая земля была взята из-под хорошего предшественника перцев, я брал из-под огурцов, и вот в этой земле перцы растут уже целый месяц. Сеял я немного загущенно, семена у меня в основном свои, но часть перцев я выращиваю и из магазинных семян на пробу. За это время перцы были прорежены после немного загущенного посева, как я уже упоминал. Грунт подсыпан окончательно, и сейчас они выглядят примерно так. Уже где-то около четырех в основном настоящих листиков. Видно, что перчики я выращиваю двумя способами. В некоторых стаканчиках у меня по одному растению, вот как здесь, а в некоторых я оставлял по два. Так по два растения перцы будут расти до самого момента высадки, и потом так я буду высаживать в грунт, и так они будут потом плодоносить. К этому способу я только присматриваюсь, но пока он показывает себя неплохо. Перчиков у меня немного, всего одна грядочка, поэтому сортов тоже не очень большое количество. В основном у меня занимает место это перец-купец. Это мой любимый сорт. Он хорошо плодоносит в открытом грунте, дает стабильное урожае. И вот у меня его больше всего. Остальных перчиков у меня совсем понемножку. Это у меня банановый десерт. Это я купил перцы магазинные. Сорт бивень. Сорт китайский. Это мне подарила семена подруга-огородница. Я решил тоже попробовать его. Сорт атлант. Это не новый сорт, но я его тоже буду пробовать впервые. Сорт призмовидный. Это тоже в свое время я его получил от друзей. Сорт гладиатор, желтенький перец. И, конечно, перец жгучий. Жгучий перец у меня красный, крупный. Это сорт народной селекции, можно сказать. Все его выращивают в нашей местности. По крайней мере, многие. Даже названия нет. Он вырастает довольно хорошо. Довольно крупный при том. И очень жгучий. Кроме того, у меня еще немножечко совсем перцев декоративных. Тоже жгучих. Это мелкие такие перчики, красивые. Это красный перец. У меня всего два стаканчика. И желтый. Желтый немножечко отставал. Я его держал в квартире. Ну, и сейчас он уже немножечко нагнал. И я его тоже вынес на лоджию. Видно, что он немножечко отстает. Все перцы взошли хорошо и росли нормально все это время. Видно, что они все ровные. Практически друг от друга по росту не отличаются. Это значит, что все примерно в одинаковом состоянии. Это хорошо всегда характеризует рассаду. Когда все растения ровные. С исключением только одного сорта. Это я решил на пробу взять сорт перца боярин. Вот он. У меня всего два стаканчика. Я его посеял. И вот он долго-долго-долго не хотел сходить. Потом еле-еле он зашел. Примерно дней на 10, наверное, позже, чем остальные перцы. Но все-таки я его решил вырастить. Если окажется хорошим, оставлю свои семена. И тогда он будет, я думаю, сходить лучше. А в остальном все перцы выросли нормально. Вот этот перец боярин я тоже подержал его дома подольше. Чтобы он немножечко хоть нагнал остальные перцы. А сейчас уже тоже его начал выносить на лоджию. Видно, насколько он отстает от обычных перцев. Вот у меня купец, например. И вот такой боярин. Такая разница. Сейчас основное время перцы у меня находятся на лоджии. Погода здесь для них хорошая. Даже на ночь я их уже начал оставлять. Уход за перчиками сейчас уже минимальный. Только поливать вовремя. И рыхлить после полива. Больше ничего уже не требуется. Ну, если, конечно, вдруг придут сильные заморозки. А это не редкость в нашей местности. То тогда на ночь надо все-таки будет их заносить. До момента высадки в грунт еще перчиком моим еще целый месяц. Так что, то, что они маленькие, это меня нисколько не пугает. Конечно, у некоторых огородников они уже гораздо крупнее. Но это мне не нужно. Потому что они перерастать будут. А раньше времени их высаживать нельзя в грунт. И это будут с ними только лишние хлопоты. А так они, я надеюсь, как раз к моменту высадки достигнут нормальной кондиции. А нормальная кондиция, к слову сказать, я определяю так, чтобы на них уже были зачатки бутонов. Но еще цветков желательно не было бы. И тогда уже перчики можно высаживать. И то я буду их высаживать уже в открытый грунт. Только под укрытие все равно. Потому что заморозки у нас вообще до 15 июня бывают. Вот такие перцы через месяц после посева. В целом можно сказать, что рассада в нормальном состоянии. Даже перец боярин, который отставал, я надеюсь, нагонит. И надеюсь, и дальше будет расти хорошо. И в конце концов порадует хорошим рожаем. Чего я желаю каждому огороднику. Чтобы их перчики тоже хорошо росли и тоже хорошо плодоносили. Потому что очень вкусные перцы.